Воспоминания о революции 1917 года Владимира Васильевича Вайли. Владимир Васильевич, вы были в России в 1917 году и, несомненно, вы помните, что такое революция. Я хотел попросить вас рассказать об этом. Но сначала, может, вы бы сказали, где и когда вы родились, и немного рассказали бы о вашей семье. Я родился в Петербурге в 1995 году. Так что, когда началась революция, мне было 22 года, за несколько месяцев до того я женился, но в самый момент революции я был болен, я заболел на Рождестве еще, очень тяжелой болезнью, стриптококовым заражением крови. И я, когда началась февральская революция, еще лежал в постели, но уже поправлялся. И я помню, как, выглядывая из окна, я видел, как по Каменно-Островскому, мы жили на Каменно-Островском, проезжали много автомобилей с солдатами, которые висели на подножке или лежали на крыше этого автомобиля с винтовками и так далее. Это была единственная, собственно, картина революции, которую я тогда помню. Но, во всяком случае, мне тогда уже удивляли разговоры о том, очень скоро ставшей готовой формулой такой, что бескровная революция. Все-таки кровь кое-какая пролилась. Главное, это была кровь городовых, полицейских, которых, как известно, протопопов посадил на крыши, но их оттуда с крыши снимали, стреляли. И потом мне рассказывал очевидец, мой близкий знакомый, что он видел, как на льду Невы лежали сложенные, как дрова, трупы этих городовых. Ну, городовые, по-моему, все-таки люди, так что совсем бескровные, назвать нельзя и февральскую революцию. И потом бывали всем тогда известные случаи, как с офицеров срывали погоны на улице, расскорбляли их, иногда и убивали и так далее. Я хотел сейчас просить вас вернуться раньше, к тому времени, к вашему детству, и немножко рассказать о вашей семье. Нет, потому что, наверное, как такое ваше воспитание, семья влияла на ваше восприятие и самореволюцию. Моя семья была средне-зажиточная, у него отца было два дома в Петербурге, он делами тогда не занимался, когда-то у него было коммерческое предприятие, но его не было уже к моменту его рождения. У нас была дача в Финляндии, я был единственный сын, и нашей семье, собственно, политикой никто очень не интересовался. Отец читал «Новое время», но я, с тех пор, как стал студентом, читал речь. Но не потому, что я больше сочувствовал политическому направлению речи, чем «Новое время», а потому что в речи был гораздо лучше литературный отдел, и вообще это была газета, на мой взгляд, и, кажется, на общий взгляд, тогдашний, более культурная, чем «Новое время». Но большого сочувствия тому режиму, который у нас был до революции, у меня не было. Большой к нему привязанности или каких-нибудь особо монархических чувств я никогда не испытывал. Но революция меня не очаровала, я не испытал ни того увлечения, вот февральской революции, которую вокруг меня все буквально испытывали. Даже люди, казалось бы, совершенно неподходящие для этого, которым полагалось бы быть консервативными и так далее, они все-таки восторгались и считали, были большими оптимистами, считали, что дальше все пойдет очень хорошо, что воевать будем гораздо лучше, чем при царском режиме прежнем. И этого мнения я помню очень хорошо, я не расценивал. И вообще, мое первое удивление заключалось в том, вероятно, очень наивное удивление, заключалось в том, что временное правительство не заключает сепаратного мира. Но все, я подумал, если вы хотите теперь устраивать учредительное собрание, Россию на совсем новые основы, переводить политической внутренней жизнью, то как же при этом еще одновременно вести войну? Но большинство вокруг меня таким взглядом совершенно не сочувствовало, особенно поначалу. А как вам кажется, вспоминая в то время, какие были самые основные причины среди тех людей, которых вы знали, с кем вы виделись, того, что было недовольство? Да, недовольство, я думаю, было главным образом вызвано историей с Распутиным, и затем плохим ведением войны, то есть военными неудачами и так далее, которые, конечно, очень многих тревожили, и потом как-то национальному самолюбию, конечно, национальное самолюбие оскорбляли очень многих. Мой отец, хотя был немецкого происхождения, впрочем, он родился уже в России, но он был русским патриотом, да, его это очень беспокоило и так далее. Но, с другой стороны, убийство Распутина произошло при таких обстоятельствах, которые вызвали тоже тревогу, вызывали уже о том, что будет дальше. Потому что отец моей первой жены, Иосиф Иосифович Новицкий, он был в былое время товарищем министром, сперва Витте, которого он в высшей степени почитал, а потом Коковцева, но в это время он был членом государственного совета. И вот он переживал это очень сильно, вот убийство Распутина и так далее. И как раз к началу революции он заболел, и в первые дни февральской революции он умер. И, может быть, отчасти у него было, правда, кажется, не очень здоровое сердце. Возможно, что его кончина была ускорена, его волнением по поводу, что теперь будет и так далее. Еще один вопрос. Вы учились в Петербургском? В Петербурге, в немецкой школе. В Петербурге было четыре немецких школы. Вот я учился в реформатском училище, так называемом, где, конечно, было очень много русских, но там преподавалось все, кроме русской истории, закона Божьей и русской литературы, все преподавалось на немецком языке. Поэтому я лет 15-16 очень хорошо знал немецкий язык. Дома у нас всегда говорили по-русски. И первый мой иностранный язык был не немецкий, а французский, которым я научился еще до школы. А потом вы учились где? А потом в университете я поступил в 2012 году в Петербургский университет на историко-флорический факультет, историческое отделение, которое кончил в 2016 году и был сразу оставлен при университете по кафедре всеобщей истории Иваном Михайловичем Грефсом. Поэтому я не попал на войну, меня не призвали. Сперва потому, что я был студент третьего курса, единственный сын, а потом потому, что я был оставлен при университете. И вспоминая вот о этих годах, с 2012 по 2016 или даже по 2017, какие были настроения студентства в то время? То, что касается начала войны, скажем, то, что касается монархии, то, что касается февральской революции. Студенческие настроения, я думаю, были очень различные, но мне мало знакомые. Потому что я в политической жизни студенчества никакого участия не принимал лично. Я думаю, что все-таки были люди, среди студентов или не студентов, на которых все-таки начало войны произвело большое впечатление. В 2014 году на меня лично очень сильное, то есть в пессимистическом смысле. Я думал, что эта война, во всяком случае, будет затяжная, и что дальше из него получится, нам Богу известно. Хотя много было и оптимистов. Один приятель моего отца решил отращивать себе бороду, он был до тех пор, и сбыть ее только, когда русские войска войдут в Берлин. Но этого он не дождался. Но другой человек, который хорошо знал, мой старший друг Николай Петрович Оттокар, который был доцентом Петербургского университета, а потом стал профессором во Флоренции, и там и умер. Он в 2014 году вернулся из итальянской командировки в самом отчаянном настроении. Ему казалось совершенно справедливо, казалось. Но мало кто разделял это чувство, что теперь начинается для всей Европы катастрофическая пора, что прежние вообще кончатся не в одной России, но и повсюду. И он всю первую зиму 2014-2013 года не выходил из дому, никого не ждал видеть, был погружен в совершеннейший мрак. А как же для вас протекли то время, которое было между Февральской и Октябрьской революцией? И опять-таки, если вы могли бы рассказать о тех настроениях, с которыми вы сталкивались, о тех чаяниях, надеждах, чего люди ожидали, чего боялись? Я думаю, что было, так сказать, два периода оптимизма, которые перемежались с пессимизмом. Первый период – это самое начало, февраль, значит, скажем, март еще, да, тогда верили, что военно-правительство сумеет как-то твердо себя поставить, устроить учредительные собрания или какие бы то ни было выборы в кратчайший срок. Я думаю, как говорят немногие, что ошибкой было непременно устроить эти выборы по каким-то самым усовершенствованным, каким только можно, правилами и так далее. И от этого они, значит, отсрочились очень, вот так. А второй период такого прилива оптимизма – это был, когда Керенский пришел к власти, и когда казалось, что он человек красноречивый очень, многие очень были увлечены этим красноречием, и что он сумеет, значит, заставить, так сказать, этим красноречием наших солдат опять воевать и так далее. Ну, я не очень был оптимистичен ни в первом случае, ни во втором, но вокруг меня многие. А кроме Керенского, кто были еще героями того времени, если можно так сказать? Даже пусть не всеобщими, а пусть каких-то там отдельных партий. Это на это мне трудно ответить. Ведь я думаю, что было много популярных людей, которым многие… Ну, Родзянко, например, вначале, потом и Милюков тоже. Это к нему всегда отношение было смешанное, вероятно, вызывавшееся отчасти просто человеческими его чертами. Он был человек, скорее, холодный и сухой, еще рассудочный. И это многих от него отталкивало совершенно внешним причинам. А затем, конечно, было увлечение Керенским, но теперь уж я не помню, кем еще другим из членов разных временных правительств. А когда первый раз вам помнится, что услыхали фамилию Ленина? И вообще вы услыхали и почувствовали, что есть какая-то группа, которая большевики с какой-то программой? Я думаю, что это случилось для меня не раньше, скажем, мая этого года, 1917-го. Но это по моему политическому невежеству. Но вообще я думаю все-таки следующее. Теперь в Советском Союзе изображается дело так, что роль партии большевистского, части состал-дегматической партии, была всем очень заметна, начиная с 1905-го года. Это, во всяком случае, совершенно неверно. Слушайте, я, например, помню очень хорошо, что я имени Ленина никогда раньше не слышал, до 1917-го года. Никогда раньше не слышал. Потом ведь он был одновременно арестован, да. Ну, тогда, конечно, везде писали, нельзя было не слышать об этом. Но осведомленность моя лично была очень слабой во всех этих делах. А что вы можете сказать насчет общего настроения города, скажем, лета 1917-го года? У вас остались какие-то воспоминания, просто картинки, может быть, улиц или разговоров, которые у вас были? Нет, это, к сожалению, у меня воспоминаний настоящих нет. Потому что когда я поправился вот тогда после моей болезни, то мы поехали с женой в Крым, в Семиис, и там прожили хорошие два с половиной месяца. А потом летом, в начале лета вернулись, и тогда поехали в Финляндию, где была дача моих родителей. И там потом прожили все лето. А после этого осенью, как раз накануне Октябрьского переворота, я откомандировался в Пермский университет. Потому что тогда уже начались некоторые затруднения, касающиеся продовольствия и так далее. И я решил, что там, в Перми, во вновь основанном университете, где как раз были мои друзья, в том числе тот самый профессор Николай Петрович Ротока, и что я поеду туда, и там можно будет спокойно заниматься, готовиться к магистерским экзаменам и так далее. А что будет дальше, дам богу известно, вот так. И мы с женой отбыли на Волжском проходе речным путем в Перм, потом по Каме и прибыли в Перм. В Перми, хотя, конечно, революция произошла для Перми, как для всего прочего. Но Октябрьский переворот там сказался далеко не сразу и довольно мягко. Не было заметно никаких особенных аистов, не говоря уж о расстрелах. И, собственно, город жил еще довольно такой патриархальной, очень провинциальной жизнью. Еще и следующий год, еще год, пока во время гражданской войны не наступил, во-первых, полный голод, а потом Колчак пришел и занял, значит, город Перм, но ненадолго, всего ведь на полгода. А потом он стал опять отступать. Причем тогда Пермский университет был по распоряжению его правительства эвакуирован и отправился в Томск, где я и провел, значит, лето 19-го года. И потом до марта 20-го я был в Томске. После чего я вернулся в Перм, съездил в 20-м году осенью в Петербург, и тогда застал в Петербурге уже кончающийся, был страшный, голодный год этот, за временем которого многие померли. Мне рассказывали тогда, что, например, знаменитый востоковед Тураев, которого я слушал лекции, будучи студентом в университете, просто за эту зиму умер с голоду. А академик шахматов, только я уже не помню, был ли в эту зиму или в следующую, тоже умер, но не от голода, а от того, что таскал дрова в какой-то шестой этаж или пятый этаж дома, где он жил. Вы сказали, что в Пермь Октябрьская революция пришла, в общем, очень поздно, запозданием. Во-первых, когда, вам кажется, она пришла, и в чем же выразилось ее пришествие, если можно так сказать? Да, это, знаете, я очень смутно помню. Именно потому, что это произошло как-то довольно тихо. И без особенных потрясений. И только постепенно тамошний отдел Чики начал, значит, разные расследования совершать. Но я думаю, что это было уже в 1918 году, или даже, может, в начале 1919, а не в 1917 году, во всяком случае. Тогда вот подвергся обыску как раз мой друг, профессор Токар, потому что он писал книгу по истории старо-французских городов, которые, как известно, назывались коммунами. И вот когда в рукописи его люди из Чики, которые совершали обыск, увидели это слово коммуна, это им казалось крайне подозрительным. Они решили, что это какое-то контрреволюционное сочинение такое. И он просидел в тюрьме недели две, пока они это разбирали. — Какие воспоминания у вас остались о вашей преподавательской деятельности того времени? Вы уже преподавали, или вы были в университете? — Это довольно интересно, я думаю, потому что это мало известно за границей, так как те иммигранты, которые покинули Россию сразу в 1917-1918 году, просто этого не знают или не дают себе отчета. Но дело в том, что я начал читать лекции еще в Пермской университете, там-то уж я и не говорю, я читал их совершенно так же, как я читал их без всякой революции. Я читал лекции по средневековой истории, а также по истории искусства. Потом, когда я вернулся в Петербург, то с 1921 года я стал преподавать в качестве доцента, тогда называли это, впрочем, термин «приват-доцент», его больше не было, называлось «преподаватель». И вот я в качестве преподавателя преподавал уже теперь не историю, а историю искусства, в Институте истории искусств, который граф Зубов, ныне здравствующий, в Париже, основал. Да, преподавал там, а потом также одновременно приблизительно начал преподавать и в университете, там, где я учился, в Петербургском университете. И вот я до самого моего, почти до самого моего отъезда, до весны 1924 года, я преподавал эту историю искусства без малейшего марксизма совершенно, для меня, так сказать, нормальным способом. Это было еще возможно. Но это перестало быть возможным, начиная с весны 1924 года, когда Покровский стал наркомом народного образования. Тогда он провел очень суровые меры, почистки университетов. Также был введен закон о том, что могут получить диплом об окончании высшего учебного заведения только сыновья рабочих и крестьян, отчего произошли очень большие неприятности для очень многих. И тогда дело изменилось. И именно потому, что я увидел, что теперь дело меняется, и уже в будущем учебном году, в 1924-1925, мне уже так читать лекции, как я читал до весны 1924, нельзя будет, я решил окончательно из России уехать. Потому что я в 1922 году уже уезжал. На полгода почти, на 4,5 месяца. Я был в Финляндии, потом в Германии. Но вернулся назад, правда, отчасти с наивной мыслью, что здесь мне захочется очень потом опять уехать, меня отпустят легче, раз я таким паникой вернулся обратно. Но на самом деле это так не случилось. И второй раз мне было уехать гораздо труднее, потому что университет отказывался давать мне командировку, я давал только бумагу, что нет препятствий для моей командировки. И такую же бумагу мне дал наркопрос в Москве, куда я специально для этого ездил. Так что я был в полном недоумении. И только один служащий петербургской чайки почему-то, неизвестно, взятку я ему давать не решался, почему-то надоумил меня просто получить какую бы то ни было подпись в университете под бумагой, что вот меня, мол, командируют. И один из профессоров, который был, кажется, не то деканом, не то помощником декана, поставил эту подпись, в результате чего я получил визу и смог в июле месяце 24-го года уехать тогда окончательно уже из России. Вы мне рассказывали как-то очень интересные случаи, касающиеся как раз тех перемен, которые произошли в связи с тем, что Покровский начал реорганизовать жизнь относительно Москвы и медиков-студентов. Да, это вот стало известно в Петербурге весной 24-го года, не могу точно сказать теперь в каком месяце, в апреле или в мае, по-моему, стало известно, что группа студентов-медиков последнего курса в Московском университете подала петицию на имя правительства, это было уже после смерти Ленина, в которой она просила дать им все-таки возможность, хотя они не могли быть причислены, эти студенты, это к сыновьям ни крестьян, ни рабочих. А это проводилось очень строго в то время. То есть, например, сыновья армейских офицеров или сыновья священников, даже сельских священников, не могли быть причислены к сыновьям рабочих или крестьян, и поэтому не могли кончить университет. Также сыновья мелких служащих и так далее. Поэтому студенты эти подали такую петицию, чтобы им дали возможность все-таки кончиться, раз они уже проделали все, что для этого нужно, сдали все экзамены, прошли все практические работы и так далее, или тогда, чтобы им разрешили поехать за границу, для того, чтобы там закончить свое медицинское образование. Когда они получили отказ, то довольно большая их группа, называли число, но я теперь этого не помню, во всяком случае, еще несколько десятков, во всяком случае, заперлись в аудитории какой-то, и один из студентов перестрелял других и сам застрелился. Это, конечно, в газетах не было, тщательно скрывалось, но это распространилось, по-видимому, не только в Москве, но вот весь об этом дошла и в Петербург, возможно, что и в другие университеты, и это, конечно, было очень мрачное подзаменование. А также всем стало ясно после того, как Покровский стал расправляться с разными профессорами, главным образом, с русскими историками, потому что он ведь сам был историк России, на котором не давали хода при старом режиме. И он сейчас же отставил от кафедры Платонова, например, который получил свое место в архивах, а потом был сослан куда-то в провинциальный город, где он и умер. И на других тоже распространилось это гонение, и затем все в университете поняли, да и были соответственные декреты тоже, что теперь надо во всех науках, какие бы то ни были, проводить принципы марксизма, ленинизма. Еще могу вам рассказать один случай, который касается тоже вот этой перемены 1924 года. Я познакомился вот в это время, потому что в университете, когда был студентом, его лекции не слушал, с профессором Дмитрием Константиновичем Петровым, который был по кафедре романской филологии, был специалист по испанской литературе. И вот он весьма бодро себя держал, читал обычную свои лекции, устраивал различные доклады в своем семинаре и так далее до весны 1924 года. Но когда вот все это стало известно, то он впал в большой мрак. И как только я уехал, очень скоро после этого кто-то приехал в Париж и рассказывал мне, что Дмитрий Константинович заболел, слег в постель и не встает, и уверяет, что у него рак, и что он должен умереть. И, по-видимому, дело было, он действительно вскоре умер. Потом мне рассказывали, что, по-видимому, дело было так, что он просто решил себя уморить, и, по-видимому, уморить голодом, потому что он рассказывал из-за всякой еды, лежал в постели, он жил со своей сестрой, он никогда не был женат, и у него была сестра, которая всю жизнь с ним прожила, и за ним ходила. И вот он категорически отказывался есть, объявил, что у него рак, которого никакого рака не было, и через несколько месяцев умер. А когда же вы покинули Россию в последний раз? Вот это было в июле 24-го года. Я поехал сперва в Финляндию, а потом из Финляндии в октябре поехал в Париж, 20 октября я поехал в Париж, где потом и жил. Еще один вопрос, просто, может быть, для того, чтобы понять, скажем, финансовое положение тех лет. Когда вы выезжали за границу, вы могли как-то обменять рубли, или у вас были ваши собственные деньги, или университет вам представлял какие-то суммы? Нет, университет мне никаких денег не давал. Конечно, это было бы и не совсем добросовестно с моей стороны требовать даже, потому что командировка была, в конце концов, фиктивная. Так что ни первый, ни второй раз я от университета никаких денег не получил. Но на первую поездку деньги у меня оказались таким способом, что я продал, конечно же, ничтожную сумму один из домов моего отца к какому-то спекулянту, которому я его приобрел, и деньги эти мне выплатили в Финляндии по его распоряжению. Поэтому я приехал к моей матери в Финляндию, получил эти деньги, и на эти деньги смог два или три месяца прожить в Германии, поездить по немецким музеям и вернуться назад. К тому времени у меня уже ничего от этого дома не осталось. А второй раз нет, у меня никаких денег не было, я выехал совсем без всяких денег в Финляндию, где жила моя мать, а потом приехал в Париф уже... Надо было деньги как-то зарабатывать. А вообще вам и, скажем, другим, у которых было какое-то имущество, когда первый раз, так сказать, пришла мысль о том, что, в общем, возможно, это и придет тот момент, когда продавать нельзя будет, это просто будет отобрано, и все на этом и кончится. Да. Видите ли, что касается домов, то дома, конечно, немедленно были отобраны, продажа, конечно, дома была совершенно незаконная сделка, которая делалась только в расчете на того, что падет правительство и так далее и прочее. Но на самом деле, конечно, этого делать было нельзя, и никаких, разумеется, доходов, домов, ничего решительно не поступало. Но в качестве доцента университета я все-таки получал жалование, на которое более-менее можно было жить как в Перми, так потом и в Петербурге. И утрата этой моей недвижимости, полученная от отца, которую я в то время сравнить очень мало беспокоил. Я даже был очень доволен, что я смог все-таки продать этот... Один дом был на Каменосовском, тот, собственно, представлял большую ценность, а другой был на Литейном. Вот я этот дом на Литейном продал за какую-то ничтожную сумму. После Октябрьской революции, в течение довольно долгого времени, мне кажется, большинству казалось, что вряд ли советское правительство удержится у власти. Когда вам лично первый раз пришла та мысль, что вы поняли, что нет, оно как-то будет продолжать существовать и жить? Да, я, собственно, никогда особенным оптимистом не был, в отличие от моего отца, например, который еще в 17-м году, правда, это был до прихода к власти, вот, в веках, значит, до Октябрьской революции, он, например, заплатил налоги по домам, которые Временное правительство наложило, очень высокие налоги для того, чтобы заплатить, ему пришлось заложить бриллиантовые кольги моей матери, что он и сделал. А затем, когда совершился Октябрьский природ, то, конечно, он уехал тогда в Финляндию, как все, кого были там дачи или что-нибудь, все это делали. И там жил, и потом вскоре умер. В то время умер, когда я был в Томске. В это время он умер, как я потом узнал. Но, конечно, очень многие в то время думали, что нет, что это все вопрос нескольких месяцев и так далее. Кто полагался на разные белые движения, на успех их в гражданской войне, кто на то, что рухнет из-за голода и разрухи и так далее. Но я, собственно говоря, не особенно это думал. Не знаю, что он тогда точно думал. Но я, например, помню очень хорошо, что когда Колчак распорядился, или его правительство распорядилось, Пермский университет эвакуировать в Томск, то я считал, что это мера совершенно ни к чему. Потому что если ему приходится отступать обратно в Сибирь, я подумал, тогда он все равно не продержится. Это вопрос месяцев, ну, года, может быть, но не больше. И вообще в эти вот белые движения, в их успех я не очень верил. А почему именно? Почему вам казалось, что у них нет больших шансов на победу? Ну, потому что все-таки мне казалось, что советская власть сумела к тому времени организовать свою армию. Я думаю, что Троцкий сыграл очень большую роль, и, вероятно, проявил действительно какие-то большие организационные таланты. Потом все-таки ряд военных, прежних, компетентных людей в военном деле перечли на их сторону. Тогда как ясно было, что союзники настоящей помощи белым войскам не оказывают. Эту помощь недостаточно. Конечно, если бы они оказали помощь Юденичу, Деникину или Колчаку, настоящую, а другое дело, они, конечно, могли бы тогда сломить сопротивление советской власти и прикончить революцию. Это, несомненно. И последнее, что я хотел спросить у вас. Можешь ли вы просто для полноты вашего рассказа, сказали бы, значит, вы в 1924 году выехали из России, и где вы прожили, в каких городах вы прожили, чем вы занимались, вот просто очень коротенько. Так после этого я прожил всю жизнь остальную в Париже, можно сказать, да. Где я очень скоро стал писать. Я уже в России немножко писал в качестве критика. И, значит, в эмигрантской периодической печати стал сотрудничать. И, кроме того, по-французски писать, так французский язык я с детства знал. А потом я стал профессором в Богословском институте в Париже в 1932 году, и был там 20 лет профессором. Потом наступил период в 5 лет, когда я, хотя и сохранил свою парижскую квартиру, но жил в Мюншине, потому что работал на радиостанции «Освобождение», как она тогда называлась. А потом я опять вернулся в Париж, где живу и сейчас. Большое спасибо. Владимир Васильевич, вы автор книги, которая по-русски, кажется, называется «Задача России». И потом она была переведена на английский язык и под заглавием Russia... Absent and Present. Absent and Present. Там вы высказали несколько мыслей о революции. Я хотел спросить вас, вот те мысли, которые в вашей книге, а это мысли уже вас, прожившие несколько лет в эмиграции и рассматривающие революцию как бы на отдалении, или же это все же в основном те мысли, которые у вас появились о революции, времен революции. Нет, я думаю, что некоторый материал для этих мыслей, некоторый опыт того, что произошло, то, что я все-таки как-никак видел своими глазами, конечно, послужил основой для этих мыслей. Но все-таки они сложились у меня уже потом, постепенно, глядя издалека на события, вспоминаю о них, читая, конечно, тоже разные о них. Так что немножко позже, немножко позже. Но, во всяком случае, я и в момент революции, и в те годы, когда я еще прожил в России, мне было ясно, что она протекает вовсе не так, как уже тогда хотели изобразить коммунисты наши, и как они потом и теперь до сих пор продолжают это изображать. Им хочется непременно, чтобы это было бы, так сказать, проявление вот классовой борьбы по классическим марксистским рецептам, проведенные и так далее. Но это совсем не так. И если Ленин был действительно очень талантливый революционер, то это потому, что он никакими этими формулами на практике не пользовался. Он действительно сделал революцию, можно сказать, вот в той форме, как она случилась в октябре и в ближайшие годы, что из этого последовало. Но сделал он ее тем, что поставил ударение, главное, на немедленном окончании войны, на возвращении домой, значит, конец всяких фронтов, солдаты вернутся домой и, конечно, также на разделе помещичьих земель, которые вовсе не было ведь в одной только программе партии большевиков, а также в программе партии эсеров, например, да и более правых партий даже. Все ведь считали, что режим земельный в России должен быть так или иначе изменен и так далее. Только здесь это было сразу и немедленно, не в результате учредительного собрания, того законодательства, которое будет постепенно проводиться, а вот немедленно. Войну мы сейчас же кончим и землю мы сейчас же разделим. И, кроме того, с буржуями расправимся в том смысле, что просто отнимем у них и возьмем в себе все, что можно. Это, конечно, очень просто. Правило революционное, но отнюдь ничего общего не имеющее ни с какой идеологией, марксизма, а просто стихийное. И это стихийное отчасти движение возвращаться с фронта, который мы видели тогда воочию, значит, при полных поездах, солдата, которые лежали на крышах вагонов и прочее. Это, на этом, конечно, Ленин очень умно и сыграл. И также очень умно сделал, что заключил мир, несмотря на сопротивление, которое было даже внутри его собственной партии, очень сильно ему оказано. А какую роль вы приписываете идеологии марксизма в успехе революции в России? Да никакой роли не приписываете. Идеология марксизма никакой роли не сыграла. Можно было бы точно так же эту революцию сыграть без всякого марксизма. Но так как все-таки в качестве теоретика Ленин был фанатический марксист, то он сам в своих высказываниях, бесчисленных писаниях и так далее все время подводил такое марксистское объяснение фактам, которые с марксизмом ничего общего не имеют. Революции бывали, слава богу, и до рождения Маркса. И вообще они протекают часто по очень таким линиям сходным, в сущности, вне всякого марксизма. А дальнейшая постройка советского режима, да, это другое дело. Но ведь и тут Ленин проявил очень большую гибкость. И когда нужно было ввести новую экономическую политику, он тоже при полном сопротивлении со стороны его ближайших друзей по партии все-таки ввел эту новую экономическую политику. И я думаю, что если бы он остался жив, то он и дальше действовал бы гораздо более оппортунистически, чем те, которые после него пришли к власти. Потому что он был, несомненно, фанатиком как теоретик, как объяснитель своих действий. Но не как деятель, не как революционер. Он не был как революционер, он вовсе не был марксистом. Но как теоретик, конечно. Я слыхал, что во время революции было, так сказать, очень модным, если можно так сказать, сравнивать процесс русской революции, который тогда шел, с процессом французской революции. Да, это совершенно верно. Вот, может, вы расскажете? Это совершенно верно. Люди были просто помешаны на этом. Они непременно хотели, чтобы все протекало приблизительно так же, по аналогии с французской революцией. Все ждали Термидора, а потом Бонапарта, который все это закончит. И это одинаково разделялось как и тем, кто сочувствовали революции, так и теми, кто совсем ей не сочувствовали. Те тоже ожидали, что все пойдет по таким линиям. Но на самом деле, все-таки наша революция, конечно, от французской отличалась в очень многих отношениях. И она вовсе не протекла в таких формах, как французская революция, конечно. Не надо было этого и ожидать, мне кажется. А может, вы скажете ваше мнение о том, что же было параллельное в этих двух революциях и что было совершенно кардинально противоположным? Ну, на это в двух словах ответить трудно. Хотя я думаю, что была та разница, что во французской революции правда пришел к власти новый класс, значит, среднее сословие, которое было, однако, уже очень сильным. Это в 18 веке. Тогда, как в России собственно, никого пролетариата не было. Совершенно ничтожные были его размеры. Огромное большинство населения было крестьянским, которые по марксистским схемам совершенно искусственно как-то изображались тоже пролетарскими. Но на самом деле, сами же коммунисты и Ленин Первый питали большое недоверие к русскому крестьянцу как таковому совершенно справедливо, потому что у крестьянина, конечно, совершенно другие инстинкты, совершенно другие потребности, чем у городского пролетариата. И поэтому дальше все тоже протекло по совсем другим линиям. Кроме того, чисто политический характер, во французской революции был все-таки более отчетливо политический характер. За известные политические права значит, сражались. И так далее. Чего в России, как раз, начиная с октября, так сказать, этот момент, собственно, не был ярко выражен. Конечно, можно было сказать, что многое, но это требует обдумывания. А так что вы считаете, что если все же какая-то победа вот тех, которые создали французскую революцию, выразилась в том, что они получили какие-то политические права. Но считаете ли вы, что то же самое можно сказать о русской революции? Я думаю, что в русской революции, если искать в ней, скажем, положительного чего-то, к чему она привела, то да, это можно найти. Но это не входило в ее сознательные цели. Она действительно все население России в известном смысле объединило в одну массу. У нас все-таки было довольно ясное противопоставление правящего класса и образованного класса, которые более-менее до середины XIX века совпадали, потом образовали две разные прослойки, но все-таки вместе могли противополагаться вот этому народу, который состоял прежде всего из крестьян. Плохо друг друга понимали, жили совсем другой культуры. Я называю в своей книге культуру нашего крестьянства горизонтальной культуры. У нее был свой быт, свои устои, главным образом религиозно-бытового порядка, и он этим жил. И эти устои теперь совершенно разрушены, и все действительно как-то объедены и, вероятно, чувствуют свою принадлежность к одной стране больше, чем раньше. Вот это, я думаю, положительный результат революции. Независимо совершенно от ее программ, от всякого марксизма и так далее. Потому что во время вот той мировой войны, которая к революции привела, собственно говоря, крестьяне, например, наши, которые стали солдатами, совершенно не понимали, за что они воюют, почему крестьяне, скажем, Пермской или Тверской все равно губернии должны непременно сражаться с Австрией или с Германией. Им было это не очень понятно, мне кажется. Не было настоящего чувства единства страны. это в результате революции произошло. Но, с другой стороны, когда многие считают, что революция была неизбежна и что она стихийно все равно произошла при всех условиях, я думаю, что они ошибаются. Я думаю, что если бы не было войны 2014 года, то революция бы не произошла. Произошел бы, вероятно, государственный переворот, смена династии или конституционной монархии, более либеральное направление или даже республика, это все могло произойти без революции такого рода, какая вот у нас произошла. Без войны этого бы не случилось. И главное, на чем Ленин, так сказать, сыграл, это была именно война. Еще последний вопрос я хотел вам задать. Как вы думаете, вот те идеалы, к которым стремились в течение многих десятилетий русские революционеры, что сказать, как народовольцы, СССР, СДК, насколько вы считаете, эти идеалы все же были, их можно найти в России после октября? Или же это совсем что-то другое, то, к чему стремились вот именно эти революционеры? Это отчасти, может быть, отчасти, то, к чему они стремились, теперь, по крайней мере, потенциально осуществлено. То есть, если бы теперь советский режим изменился бы в сторону большей свободы, просто, большей свободы мнений, свободы личности, свободы культуры, свободы действия отдельных лиц и так далее, то тогда бы, да, эти положительные результаты проявились бы. Но вот, поскольку революция совершалась как раз во имя той свободы, которая продолжает быть в России удушаема до сих пор, конечно, нет, эти идеалы не осуществились. Потому что все-таки даже сейчас, когда в России свободы немного больше, чем при Сталине, ее все-таки меньше, чем по Николаю Первому, не говоря уже о Николае Втором. Хорошо. Спасибо. 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 Последнее, что я хотел вас попросить, это, может быть, дать мне ваш совет относительно того, что, как вы думаете, по вашему мнению, что должна бы радиостанция делать вот в 67-м году, тогда, когда, несомненно, из Советского Союза будет огромнейший поток пропаганды, который будет говорить о революции, о ее достижениях. Что вы думаете, должна радиостанция делать, какие были самые основные мысли, которые должны войти вот в подготовку каких-то программ, которые будут как-то отвечать или реагировать на 50-ю годовщину русской революции? Я думаю, что, прежде всего, следует подчеркивать значение февральской революции, которую всячески стараются в Советском Союзе преуменьшить. Все-таки революция совершилась в феврале. Известное направление ей или ее, так сказать, окончательную, катастрофическую, так сказать, форму придали в октябре, но все-таки совершилась на феврале. И совершили ее не коммунисты, во всяком случае. Они даже, собственно, в февральской революции, по-видимому, приняли очень мало участия. Она совершила, они воспользовались этой революцией для того, чтобы потом довести ее до того конца, какой они хотели. Значит, и это Ленин очень искусно сделал. Но все-таки она совершилась в феврале. Я думаю, что это надо подчеркнуть прежде всего. Затем надо подчеркнуть, что революция октябрьская не осуществилась бы никогда без того козыря, который был в руках Ленина окончания войны. Немедленное окончание войны. Если бы войны в 1917 году не было, тогда бы история нашей революции, начавшаяся, несомненно, в феврале, протекла бы иначе. Вероятно, тогда осуществилось бы чудительное собрание, и оно бы дало бы соответственное законодательство, и, конечно, не было бы ни массового террора, ни гражданской войны, и так далее. Я думаю, это протекло бы совершенно иначе. Это надо, я думаю, подчеркнуть, что, значит, исторические условия, в которых прошла эта революция, ничего не имеет общего с теорией, с марксистскими теориями, как это вообще должны происходить революции, с классовой борьбой в классическом ее аспекте, как они это изображают. Нет, дело было совсем не так. А затем, я думаю, еще важный момент, но это можно отчасти, может быть, некоторые очевидцы более осведомленные, чем я, тоже могут тут сказать свое веское слово, но это ведь есть факты статистические, которые показывают, что ведь пути развития России, начиная с конца прошлого века, или с начала этого, в области индустриализации и так далее, уже шли, и очень могущественно. И если продолжить эту статистику вперед, то было бы видно, что то, чем так хвалится советская власть, что это было бы осуществлено без нее, естественным ходом вещей. Если теперь сеть железнодорожная, скажем, настолько больше, чем тогда, так она была бы еще больше, если бы не было революции и так далее. Я думаю, что вот эта сторона дел очень важна. Мне помнится, что один французский ученый, какой-то экономист или статист несколько лет тому назад написал книгу, я ее не читал, который как раз об этом говорит, о промышленном развитии России до войны 14-го года и о том, каким быстрым темпом оно шло. Этот темп был быстрее, чем темп, при котором он развивался в этой революции. Так что, вот, мне кажется, что это так. Как вы думаете, что, как вообще должна радиостанция в своих программах относиться к роли разных исторических личностей? Скажем, как следовало говорить, что говорить о Ленин, о Керенском, о Троцком? Да. Я думаю, что не надо никого идеализировать так, но надо, собственно, постараться объективно показать все-таки, что они сделали и что они хотели сделать. Если, скажем, Керенского постигла неудача, то это еще не значит, что Керенский был какой-то изверх, вообще негодяй, который, бог знает, какое зло хотел причинить своей стране, что было бы абсолютно несправедливо. И точно так же, если первое временное правительство совершало очень большие ошибки или наивности, вот наивность, например, была думать, что можно продолжать одновременную войну и переустройство России на новых началах. наивно было, когда Милюков о Константинополе и проливах, что они ему очень нужны России, говорил еще чуть не летом и даже осенью, накануне Октябрьского преволюста. Надо было думать о другом, чем о Константинополе и проливах, это было очень неактуально. Это все можно сказать. Но затем, что касается самих деятелей Октябрьской революции, то тут, конечно, во-первых, надо все-таки в какой-то мере реабилитировать Троцкого в известном смысле. Он был, несомненно, очень талантливый революционер и в гражданской войне сыграл, вероятно, решающую роль в защите против всяких белых армий советской правительства сыграл, вероятно, решающую роль. Что же касается сам Ленин, то, мне кажется, самая правильная линия была бы подчеркивать его исключительную отдаенность как, в сущности, в своих действиях беспринципного революционера, у которого была только одна цель совершить или довершить до конца революцию, разрушить старую Россию, чтобы камня на камне не осталось. И он это провел очень искусно, путем очень большого оппортунизма, и вот это надо, мне кажется, подчеркивать, чтобы не то, чтобы говорить, как это иногда эмигранты любят, не признавать никаких талантов с золейными, сказать, что все равно всякий другой на его месте. Нет, нет, нет. Это, несомненно, был очень одаренный человек, как революционер, не как теперь стараются изображать его замечательного теоретика. Конечно, он, в сущности, говоря, мыслителем, разумеется, не был, а главное, не действовал по тем принципам, которые он высказывал в своих произведениях. Он действовал по всем другим принципам. Надо разрушать, и я буду разрушать. Нам надо удержаться, тогда мы и удержимся у власти, надо ввести НЭП, введу НЭП, вот так, раз это нужно, чтобы удержались. И это он очень здраво взвешивал шансы, и, конечно, в смысле тактики революционной действовал в высшей степени умело. И, конечно, Брестский мир, в результате Брестского мира теперь Восточная Европа, так сказать, находится под эгидой советской власти. Хотя тогда был страшный крик, и это, я думаю, что Ленин просто предвидел, что так будет. так что, но в способах достижения того, что он хотел, он, конечно, не стеснялся, особенно человечность в нем не было. Он, конечно, был человек не такой кровожадный, уже совершенно патологически кровожадный, как Сталин. И потом он был все-таки принадлежал еще к формации русской интеллигенции, как никогда. И, значит, как некоторые ее пороки, так и некоторые ее добродетели в нем все-таки сидели еще. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.